Пойдем пешком! Пойдем пешком! С самого начала совещания губернатор дает понять всем, отсидеться во время этой встречи никому не удастся. Динамичная прогулка по улицам без машин на своих двоих с детальным разбором местных достопримечательностей. Это позор! Что здесь будет? Эти слова из уст губернатора прозвучали в адрес облика автостанции Синай, которая явно не вписывается в концепцию благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода. И фасад, и внутренние содержания собравшихся не устроили. Как и зданий по соседству. Это знаменитая та самая шаурмата в точке рения облика современного города. Ну, это не нужно что-то видеть или нет? Поправить дизайн, поправить вывески, вот эту верхнюю часть поправить. Ну, и здесь какое-то, попросите сделать небольшое благоустройство. Буквально в нескольких метрах от этого места памятник бездействию чиновников. До какого момента это будет в таком виде стоять? Какая вообще цель на положение? Цель на положение в черном доме стоял? Чего? Так не дадил, это же лет 10, наверное. Эта часть улицы Большой Печорской должна быть благоустроена к юбилею города. Дальнейшие планы по развитию территории грандиозные. Создание современного транспортного узла на сеной и даже строительство станции метро. И все это надо вписать в новостройки. Старинные дома со своими болячками. Так, это что такое? И самостроями. Если мы будем просто смотреть и возмущаться, толку никакого не будет. Еще раз говорю, чья собственность? Не имеете, у нас собеседник? Самоорудование. Задача такая. Снести, компенсировать ущербные. Собственно, при наличии их права. Получили губернацию. Эта территория является плавным переходом между исторической частью города и современным Нижним. Поэтому при благоустройстве важно не потерять своеобразие улицы, в котором нет места синему забору, старым опорам линии электропередачи и бурьяну возле нового трамплина. Я езжу постоянно по городу лично и постоянно фиксирую соответствующие решения поручений. В том числе, естественно, в Заречной части много раз было, на автозаводе много раз было, в Сорму. Когда я там вижу какую-то проблему, адресую ее конкретному должностному лицу, затем возникает межведомственное согласование. Когда мы прямо на месте, в виде объекта, можем обсудить, услышать позиции каждого, я довожу до них решение, и они его принимают и дальше действуют. Это, конечно, совершенно другой темп для работы. Сергей Володин и Алексей Завулов. Время новостей.